Это место облюбовали себе бомжи, красномордные. Что-то я снимаю здесь какую-то хрень. На Курском направлении и поезда МЦД-2, и экспрессы до Тула, например, и поезда дальнего следования пока идут по одним и тем же путям. Но на участке от Подольска до Курьянова рядом можно видеть третий и четвертый пути, как вот здесь на платформе Москворечья. Сейчас они используются почти только грузовыми составами, но в скором будущем это изменится, и тогда по первым двум путям пойдут только поезда МЦД. В эфире постметро, у микрофона Евгений Матусов. Сегодня мы с вами проедем на Иволге, посмотрим на строительство железнодорожной инфраструктуры для МЦД-4, которая напрямую затрагивает и второй диаметр. И мы разберемся в том, как будет осуществляться движение на этих двух диаметрах и параллельно им уже года через два или три. Пока существующие третий и четвертый пути Курского направления утыкаются в грузовую станцию Люблюно, Закурьянова. Дальше в центр сейчас активных работ по этим путям нет. Конечно же, по третий и четвертый пути оставлены заделы на платформе печатники, которая сейчас активно строится. Оставлены они и под новыми путепроводами соединительной ветки на МЦК. Место под эти пути видно и у Новохохловской. Здесь они пройдут восточнее путей МЦД. Планируется еще одна платформа для пересадки на Московское центральное кольцо. Вот здесь хорошо видно, здесь раньше ходили электрички Курского направления, теперь они идут западнее, а здесь в скором времени пойдут скоростные поезда, когда построят третий и четвертый главные пути. А вот дальше на Калетниках платформа будет только для МЦД. Следующая остановка пока еще Москва-товарная, но эта платформа просуществует недолго, как мы скоро с вами узнаем. Платформа Калетники будет полностью перестроена, так как здесь достаточно узко, много разных путепроводов, и нужно будет вместить третий и четвертый главные пути в достаточно узкое пространство. Вот этот автомобильный путепровод на тонких ножках, скорее всего, сможет пропустить под собой четыре пути, как я рассказывал в прошлом году в видео об узких местах МЦД. А вот следующий, железнодорожный, хоть и выглядит новым, но почему-то не подходит. По крайней мере, на схеме строительных работ, его более старая часть на два пути Горьковского направления подлежит сносу, а рядом построят путепровод еще на один путь. Что же здесь строят дальше, справа, то есть с востока? Какая-то подпорная стенка, за ней будут еще пути. Это явно не будущие скоростные главные пути Курского направления. Они пройдут как раз там, где сейчас мы едем в Иволге, а пути МЦД-2 будут построены чуть западнее. Может быть, это будут пути МЦД-4? А вот и нет. МЦД-4 как раз в этой точке уже пересечет пути МЦД-2, и дальше пойдет с западной стороны, вплоть до места в Марьиной Роще, где МЦД-2 и МЦД-4 разойдутся каждой своей дорогой в Нахабино и в Апрелевку. Ну а те пути, что здесь строятся, это будущие дальние или скоростные пути Нижегородского направления. По ним пойдут дальние электрички и поезда экспрессы до Курского вокзала. Причем эти пути существовали много десятилетий назад, еще и в 50-е годы, а потом были разобраны. Теперь вот заново восстанавливаются. Ну а мы с вами, сидя все в той же Иволге в сторону Нахабино, теперь посмотрим на запад, и здесь к нам присоединяются пути Горьковского направления, будущие пути МЦД-4, именно с западной стороны. Платформа Москва-товарное Курского направления в скором времени исчезнет, чтобы освободить место аж для восьми главных путей, которые дружно параллельно пойдут с этой точки вплоть до Курского вокзала. И для восьми путей нужен путепровод через шоссе энтузиастов, который пока насчитывает только шесть путей, и то некоторые из них тупиковые. Вот идет строительство устоев нового моста для МЦД-4. Здесь между платформой Москва-товарная, вот на заднем плане виден там мост ее, да, пешеходный, и платформой серп и молот, на которой и будет вообще пересадка между МЦД-2 и МЦД-4, а платформу Москва-товарная ликвидирует. И вот здесь идет строительство устоев моста с одной стороны, и там дальше высыпают грунт, а вот с другой стороны, где я стою сейчас, здесь, где трамвайные пути, здесь пока нету никакого строительства. Это место облюбовали себе бомжи. Пока. Когда будет здесь строительство, непонятно. Напишите в комментариях, за полтора месяца прошедшие с этой съемки, начали ли строить второй устой нового путепровода здесь или нет. Ну, а мы с вами проезжаем платформу серп и молот. Здесь в скором времени все поменяется. Будет аж четыре платформы, новый современный конкорс. Вот это здание, торговый центр со стеклянным фасадом и желтой стеной, в скором времени снесут. Вот как все здесь будет выглядеть. Ну, а что происходит сейчас на стройке, я решил посмотреть своими глазами. Здесь нам обещают пересадку по типу сухие ноги из метро площади Лича прямо на платформу МЦД-2 и МЦД-4 серп и молот. Вот, также здесь можно будет, вероятно, сесть и на дальней электричке, как Горьковского, так и Курского направления. Ну, а мы, как говорится, для закрепления материала еще раз посмотрим, в каком порядке здесь пойдут маршруты МЦД и не только. И оранжевыми прямоугольниками я здесь отметил путепроводы и мосты, которые нужно строить заново для всех этих путей, в том числе через Волочаевскую улицу. Мы сейчас там проедем. Вот вы видите страховочные пакеты на путях. Вы видите, также сносятся другие дома здесь, чтобы места хватило всем путям. И мосты через Яузу, к сожалению, закроют еще больше исторический красивый виадук там. И будет один двухпутный мост с юга через Яузу и один однопутный мост с севера. Вот как раз мы проезжаем мост через Яузу и смотрим на юг, где вовсю уже идет строительство устоев нового моста. Где-то под нами будет еще расширяться Сыромятнический туннель, где трамвай ходит, точнее ходил, пока его сейчас не закрыли на реконструкцию. Ну и вы видите, что и ближе уже к Курскому вокзалу сносится строение, в том числе многоэтажное, для того, чтобы здесь хватило места для восьми главных путей и для начала путевого развития Курского вокзала. Курский вокзал встречает нас тупиками Горьковского направления, где стоят все вот эти красномордные электрички. Они все исчезнут, будут заменены на поезда МЦД-4. А здесь останется всего лишь три пути. И то они постоянно использоваться не будут. Здесь будет оборот для поездов МЦД-4 при нештатных ситуациях. Либо некоторые маршруты будут здесь заканчиваться с окончанием часа пик. Ну а все электрички-экспрессы, поезда дальнего следования, как Горьковского, так и Курского направления, будут иметь конечные остановки на платформах, находящихся вдалеке от здания Курского вокзала, в том числе на тех новых платформах, которые сейчас строятся, вместе с продлением подземной галереи к ним от вокзала. Вот вы как раз видите строительство новых платформ на Курском вокзале. И здесь именно будут платформы для дальних электричек и для поездов дальнего следования. Если какие-нибудь из них сюда вернутся, может быть для сапсанов, а вовсе не для МЦД, как многие ошибочно полагают. С другой стороны, если смотреть на сам вокзал, то здесь идет реконструкция будущих платформ именно МЦД. Ну а мы с вами приближаемся к самой дорогой и самой важной составляющей проекта МЦД-4. Это соединительная ветвь Курская-Каланчевская и реконструкция путепроводов на Каланчевской площади. Здесь, где мы едем, должны быть в будущем четыре главных пути. Сейчас пока временно есть один главный путь. Это будущий путь как раз МЦД-2. В обратном направлении будет здесь еще один путь МЦД-2 и два пути МЦД-4. Ну а все дальние электрички и поезда дальнего следования будут иметь конечную на Курском вокзале. Единственное, Сапсаны только могут совместно использовать здесь пути с МЦД-2, если все-таки такой маршрут из Петербурга, например, в Нижний Новгород через Курский вокзал останется. Как вы видите, здесь уже достаточно высокой степени готовности все находится. Именно вот эта выемка с подпорными стенками активно их сейчас сооружают. Если судить по состоянию этой выемки, то можно было бы открыть уже маршрут МЦД-4 и МЦД-2 в полном объеме в следующем, в 2022 году. Но здесь мы видим Комсомольскую площадь, на которой пока сооружен только один однопутный путепровод новый с красивыми арками. Сейчас сооружаются устои еще одного путепровода на два пути. И нужно все вот эти арки будет установить для него. И потом придется еще сооружать еще один путепровод на один путь. И только тогда уже будет четыре пути, чтобы здесь пустить и МЦД-2, и МЦД-4. Вот сейчас я как раз вышел на платформе Каланчевская, которую решили вроде как переименовать в площадь трех вокзалов. Пока готова только одна половина этой платформы. Это будущий путь МЦД-2 в сторону Нахабина. А вот если смотреть как бы в сторону другой половины, в сторону второй платформы, которая будет использоваться для остановки поездов МЦД-4, то мы видим, как активно сооружается. Как раз здесь эта вторая платформа. Сейчас уже работы продвинулись еще дальше. Появилась сама платформенная часть, на которую уже можно ступить даже опоры под навесы кое-какие установлены. Ну а в конце сентября, когда я это снимал, устанавливались опоры будущей платформы. Также продолжается строительство такого полуподземного конкорса самой станции, где будут вестибюль, кассы и так далее. Вот это вот в этом котловане все будет строиться. Из этого вестибюля на платформы можно будет подняться по эскалаторам. И здесь же сооружаются арки, которые будут потом поставлены в свое проектное положение на будущем путепроводе через площадь. Вовсю активно идут работы, но, как я уже вам рассказал, можно понять из этого, что еще не скоро здесь все будет готово. И что, скорее всего, реальное открытие движения МЦД-4 вместе с МЦД-2 не ранее конца 2023 года, а может быть даже и позже, чем этот срок. Вот здесь будет выход из будущей платформы Каланчевская. А эта башня принадлежит компании РЖД. Ну, а мы с вами едем дальше. Следующая станция Рижская. Итак, мы находимся на платформе Рижская. И вот здесь, вот в этой области, где сейчас находятся два пути плюс тупик, и вот здесь сама платформа, да, у нас две боковые, здесь должны разместиться четыре пути. Два пути МЦД, четыре ближайшие вот к метро, и пути МЦД-2 чуть дальше. Если здесь места много для этого, то немножко возникает сомнение вот там дальше, потому что справа еще пути нужны будут и для ВСМ, и для всего другого. Что же касается МЦД-3 Зеленоград-Раменское, то его платформа находится вдали отсюда, за путями станции Николаевка, за вот этим зданием и некоторыми другими строениями. Но подробнее про МЦД-3 мы расскажем в отдельном видео, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте на колокольчик, чтобы его не пропустить. Этот путь, скорее всего, будет тоже ликвидирован и задействован в пространстве для МЦД-2 и МЦД-4 здесь. Это мы смотрели на северо-запад, а теперь то же самое на юго-восток. То есть вот этот малодеятельный путь, скорее всего, будет ликвидирован. И здесь разместится островная платформа МЦД-2, а платформа МЦД-4 будет на месте тупика вот здесь. Вот тут. Ну и здесь где-то будет станция ВСМ. Вот там дальше. Вот там идет строительство метростроя «Шахта». Станция метро «Рижская» Большую кольцевую линию. Ну а вообще здесь планируется просто мега-транспортно-пересадочный узел между тремя маршрутами МЦД, высокоскоростной магистралью Москва-Петербург, дальними электричками Октябрьского направления, метрополитеном, две линии БКЛ и Калужская-Рижская. В общем, просто что-то невероятное. Напишите в комментариях, нравится вам такое или нет. Ну а мы с вами поднимемся сейчас на крестовский путепровод и попробуем еще раз выучить урок, где какие пути какого маршрута МЦД или дальних электричек проходят. Вот сейчас мы смотрим на юго-восток, и как раз Иволга МЦД-2 уходит в сторону Нахабина. Пока это еще самые западные пути здесь, но вскоре все поменяется. Самыми западными будут пути МЦД-4. Скоро все здесь будет доминировать небоскребы РЖД-Сити, которые здесь должны построить на территории бывшего Рижского грузового двора. Криво. Вот смотрите, вон оттуда приходят пути сейчас МЦД-2, вот поворот, да. Вот здесь вот отстаиваются, заряжаются электробусы, в том числе и 400-й электробус. А вот здесь правее как раз разные гаражи, здания, какие-то мелкие бараки, и, возможно, часть из них все-таки пойдет под снос, чтобы здесь поместились и МЦД-2, и МЦД-4, и пути высокоскоростной магистрали, и два пути основного хода для дальних электричек октябрьского направления. То есть здесь должно быть 8 путей главных. Сейчас мы видим, даже если вот задействовать еще вот этот путь вдоль забора, который не является главным, то 7 путей только видим. А надо 8, поэтому здесь может быть удастся вместить их, а может быть и нет. И тогда придется вот это все сносить. Насколько я понимаю, если снесут, то вот здесь вот под крестовским путепроводом, вот под нами, есть еще место, чтобы пропустить пути дополнительные, вот где-то здесь. Сейчас мы на это посмотрим, есть или нет, снизу. Вот это все, что осталось у нас от старинных ворот, которые здесь доминировали раньше, пейзаж. За ними пути Рижского вокзала. Вот у нас выезжает нам 400-й электробус. А вот как раз здесь вот еще один электробус заезжает на заправку. Здесь вот где эти гаражи, там место должно быть, чтобы пропустить дополнительные пути. Ну, если это узкое место у крестовского путепровода преодолеть, решить все земельные вопросы с собственниками, то дальше проблем не будет. Здесь вот уже МЦД-4 и МЦД-2 вместе повернут к Марьиной Роще. Вы видите, как строится конкорс пересадки на будущую станцию Большой кольцевой линии Марьина Роща. Поезда МЦД-2, которые и так сейчас иду здесь выше всех и севернее всех, пойдут еще чуть-чуть севернее. Для этого построены будут дополнительные пути. Здесь в этой точке пойдет МЦД-4, а ниже там, выемки, пойдут поезда до Рижского вокзала. Это будут скоростные электрички дальние на Рижском направлении, и там они начнут активно ходить тогда, когда будет построен третий и четвертый главный путь на Рижском направлении, именно отделяющие эти дальние электрички от поездов МЦД. Ну, а мы приближаемся к точке, где МЦД-4 и МЦД-2 наконец отлипнут друг от друга, разойдутся. МЦД-4 пойдет в сторону Савеловской, МЦД-2 в сторону Кмитровской. И вот как раз эта точка, здесь два путепровода, и они как раз пересекают сейчас путь в сторону Подольской, МЦД-2, а в будущем как раз здесь есть место на второй путь, и это будут скоростные пути до Рижского вокзала. А там, где мы сейчас едем, уже сейчас сооружается еще один путь, и будет прямой съезд на Рижское направление двухпутный, по которому и будут ходить поезда только МЦД-2. Вот мы с вами и проехали совместный участок МЦД-2 и МЦД-4, которые они пройдут по разным путям от Москвы Товарной, доживающей по средней месяце, до Мариной Рощи. Ставьте пальцы вверх, если вам понравилось, подписывайтесь на канал и до встречи в эфире.